Друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию шестую, седьмую, восьмую, девятую и десятую серии первого сезона сериала «Бункер». Ссылки на первые части в описании. Законники открывают квартиру Дага, и в ходе обыска помощник шерифа находит в шкафчике убийцы тот самый игрушечный диспенсер, который Джульетта когда-то видела в схроне Джорджа. Женщина вспоминает, как высказала тогда свое непонимание – зачем рисковать жизнью ради каких-то старых вещей, а ее парень тогда отпарировал, а зачем наказывать за старые вещи, и подарил ей неработающие ручные часы. В настоящем Джульетта надевает отремонтированные часы и идет в участок. Она рассматривает диспенсер, когда помощник напоминает, что хранение найденной реликвии незаконно, поэтому она должна отправиться к судье Медоуз. Шериф, Пол и Симс идут к судье, и по дороге Джульетта замечает непроизвольное движение пальцев своего помощника, которое он пытается скрыть. Медоуз хочет закрыть дело побыстрее, но Джульетта представляет найденный артефакт и просит разрешения на расследование. Симс резко высказывается против. Он уверен, что этой вещи не могло быть у Дага. К удивлению шерифа, у законников есть каталог артефактов. Они даже знают, что часы на ее руке принадлежали Джорджу. Тем не менее, Джульетта получает разрешение на расследование. Пол предупреждает, что теперь за ней будут следить особенно пристально. Пара отправляется к бывшему торговцу реликвиями Кеннеди. Тот отказывается разговаривать с законниками и опять обращает внимание на ее часы. Почему-то шерифу разрешено пользоваться реликвией. Женщина жестко настаивает, и торговец все-таки называет имя скупщика артефактов. Джульетта и Пол отправляются к нему, и женщина опять вспоминает, как Джордж отзывался об истории. Она повсюду, и следы людей можно найти в любом месте. Тогда они поспорили о важности для общества романтиков и механиков, и женщина протянула Джорджу отремонтированные ею часы. Тот приходит в восторг, а Джульетта признается, что она просто хотела сделать ему приятное. В настоящем законнике приходят в дом Реджины Джексон, которая, заметив часы, признается, что была любовницей Джорджа. Симс в это время находит в каталоге описание найденной игрушки и узнает, что она принадлежала Джорджу. Джульетта поражена тем, что узнала, ведь она верила в искренность чувств мужчины. А Реджина признается, что скупала для него реликвии, и это было главным в их отношениях. Позже участок законников навещают Бернард и Симс. Последний объявляет, что вещь принадлежала другу шерифа, и она никак не могла попасть к Дагу. Симс не верит ее заявлениям, но Бернард вспоминает, что Даг был при обысках комнат айтишника, так что вполне мог присвоить приглянувшуюся вещичку, и принимает заявление Джульетты о том, что она не подбрасывала реликвию, но приказывает ей прекратить искать мотивы убийств мэра и ее помощника. Пол возмущается ее поступком, ведь она поставила под удар его карьеру, на что она указывает на его синдром, ведь это заболевание лишает его права занимать ответственную должность. Мужчина уходит в расстройстве. А Джульетта спускается в столовую, где, как всегда, встречает Лукаса. Он пытается закадрить женщину, но та только смеется в ответ. Тем временем Пол возвращается домой, признается жене, что шериф узнала о его болезни, и тревожится о возможной передаче его заболевания ребенку. Джульетта же опять вспоминает, как Джордж задавал много вопросов об окружающем мире за стеной и боялся, что все окажется ложью. Она вызывает Уокер и сообщает о своем решении отказаться от значка, ведь узнала правду о мужчине, но подруга напоминает, она ушла наверх сама. Любовь ее толкала на подвиги, а теперь обиды заставляет сдаться. И тогда Джульетта идет к Реджине, так как уверена, что это именно она сдала Джорджа юристам, из-за чего тот и погиб. Женщина признается, что рассказала о жестком диске человеку, который знает все, после того, как он угрожал ее близким, и отдает шерифу реликвию, которая принадлежала еще матери Джорджа, детскую энциклопедию, датируемую временем до бункера. Джульетта просматривает книгу в своей квартире, изумляясь фотографиями животных и видом природы, не подозревая, что за ней следит группа наблюдения. Оказывается, по всему бункеру расставили камеры, фиксирующие все, что происходит в жилищах людей. Тем временем Глория стоит на прибрежном песке и следит за играющим с отцом ребенком, когда ее видение прерывает появление медсестры, отправляющей женщину в медикаментозный сон. А Джулия в это время находит на задней странице книги, написанной карандашом имя. Глория. И берет энциклопедию с собой. Но наблюдающий за этим Симс распоряжается не предпринимать никаких действий. Шериф же, проигнорировав приглашение Бернарда, оставляет полозаглавного, отправляется в медицинский отсек, чтобы поговорить с Глорией, и узнает, что по приказу судьи Медоуз женщину накачивают лекарствами. Но даже в сумеречном состоянии так говорит о каких-то водах, где остались ее близкие. В это время на нижнем уровне вспыхивает массовая драка. Полу приходится решать все вопросы, а потом высказывать свое возмущение пренебрежением шерифа к своим обязанностям. И тогда женщина рассказывает, что все последние смерти были насильственными. Пол удивлен и подсказывает законное решение для повторного рассмотрения дел. Вечером Лукас застает Джульетту за наблюдением за звездами и пытается поцеловать ее, но женщина отвергает его, а, вернувшись домой, находит в книге описание созвездий. На следующее утро она отправляется к Бернарду, и тот признается, что получает угрозу со стороны судей Медоуз, которая вполне может найти повод и уволить неутвержденного мэра, поэтому он призывает шерифа найти способ контролировать судью. Джульетта идет к Медоуз и, пригрозив скандалом, требует дать ей возможность поговорить с Глорией, после чего она сложит в себя полномочия. Но судья дает ей понять, что от нее ничего не зависит, и она подчиняется людям, которые руководят жизнью бункера, и их имена она назвать не может. Тем временем Симс, переключившись на комнату Глории, замечает цветы, загораживающие объектив камеры, а Джульетта обращается за помощью к отцу, который очень радуется ее приходу. Ей нужно переговорить с Глорией, и хотя доктор пугается такой просьбы, он приходит в комнату больной и вывозит ее на каталке в палату для новорожденных, где уже ждет Джульетта. Мужчина делает ей уколы, отменяющие действия ее лекарств, и спустя время женщина приходит в себя. В это время Симсу докладывают, что шериф пропала с камер. Оказывается, в бункере еще остались слепые зоны, где не установлено оборудование. Симс приказывает немедленно устранить недочеты. А Глория узнает отца Джульетты как доктора, который не дал ей родить ребенка, но увидев книгу, успокаивается и рассказывает, что мать Джорджа, как и она, была частью хранителей, секретной группы, призванной собирать и хранить артефакты прошлого. Власти бункера выбраковывали их, не давая производить потомство. Она долго хранила книгу, но потом отдала матери Джорджа. И мать Джульетты она тоже знала. Хранители помогали ей соорудить какой-то увеличитель, пока муж не выдал ее бункеру. Джульетта обвиняет отца и увозит Глорию. Симс приходит в ярость, увидев их появление в медицинском отсеке. Войдя в палату, шериф дает Глории в последний раз полюбоваться книгой, а та замечает отсутствие цветов, которые, оказывается, принес и поставил перед зеркалом еще шериф Холстон. Сопоставив факты, Джульетта понимает, где находятся камеры. Она завешивает зеркало и, узнав о том, что Холстон проверял вентиляцию, находит жесткий диск Джорджа. Рейдеры Роберта спешат в комнату Глории, чтобы задержать Джульетту, которой там уже нет. Действие откатывается на несколько лет назад, когда мать Джульетты берет девочку к фермеру, который продает им ящик с живым кроликом. В настоящем Симс приходит к Глории и шантажом вынуждает ее признаться в том, что Джульетта нашла мешок Холстона. Он отправляет своих людей в офис шерифа, но женщины там нет, потому что она, спустившись во врачебный кабинет отца, пытается открыть жесткий диск с его компьютера. Но у нее ничего не получается, и женщина вспоминает, как ее мать соорудила микроскоп, сквозь который обнаружила у кролика порог сердца, идентичный заболеванию брата Джульетты. Значит, опыт такой операции может спасти жизни многих больных. Ее будет вызов в офис, и, войдя внутрь, она приходит в возмущение. Люди Симса перетряхивают все, что есть в кабинете. Пол пытается напомнить о законности обыска, но его не особо слушают. А Джульетта вспоминает такой же обыск много лет назад, когда безопасники громили их жилище. Тогда мать девочки обвинила отца в помощи бункеру, хотя увеличительные приборы могут спасти жизни многих. Женщина добровольно отдает прибор, и Джульетта плачет, увидев, как его разбирают. И несмотря на то, что отец клянется в невиновности, девочка отказывается разговаривать с ним. В настоящем Джульетта вынуждена предоставить вещи к досмотру, а Пол недоумевает, ситуация очень нестандартна, и называет множество нарушений закона, допущенных безопасниками. Шериф приказывает следовать за ней. В это время Симса распекает своего помощника. Они разгромили офис шерифа, и не нашли ни одного артефакта. Вошедшие Джульетта и Пол объявляют об аресте руководителя службы безопасности за нарушение законности. Симс пытается запугать Пола, но тот уверен в правоте своей начальницы. После того, как Симса уводят, женщина обыскивает его офис и находит папку с делом ее матери, из которой узнает правду. Она идет к отцу, и тот рассказывает, что их семья распалась не из-за предательства, а потому что он не мог пережить гибель сына и отдалился от жены, все свое время проводя в медблоке. А ее мать решила найти способ лечения, из-за чего она и пошла на нарушение. И он не смог вмешаться и защитить жену. Когда агенты разбили ее механизм, она просто сломалась. Джульетта просит прощения за свои подозрения, ведь оказывается, безопасники просто следят за всеми через камеры. И тут медицинская сестра объявляет о приходе техников. Джульетта понимает, что безопасники стремятся исправить о грех в наблюдении и установить камеры и в этом кабинете, и просит пока не пускать их. Оказывается, именно тут она спрятала жесткий диск Джорджа, забрав который Джульетта намеревается спуститься вниз. Но оказывается, на всех лестницах выставлены кордоны. В это время в тюрьме Симс пытается оказать давление на простых охранников, но парни остаются верными шерифу и не дают ему связаться со своими. Пол же идет домой и, пытаясь помочь жене, роняет посуду. Рука отказала в самый неподходящий момент. А Уокер напрасно ждет Джульетту, которая сообщила о своем приходе. Женщина не может выйти из комнаты, так как у нее фобия, и она просит приятельницу сообщить о появлении шерифа. В это время Лукас получает записку от Джульетты и спешит навстречу. Она рассказывает о жестком диске и просит взломать его, но Лукас напуган и обвиняет ее в использовании его доброго расположения. И тогда Джульетта разбивает зеркало и показывает ему камеру, объясняя, что за ними ведется наблюдение. Тем не менее, Лукас отказывается помогать. Шериф убегает, а мужчина сталкивается с отрядом безопасников, пришедших, чтобы арестовать ее. Женщина опять пытается пробиться сквозь кордон, но дежурные требуют предъявить ее рюкзак для досмотра. На помощь приходит Бернард, который ведет ее в кукурузное поле, так как считает его самым безопасным местом для разговора. Джульетта доверяет ему и попадает в ловушку, ведь Бернард и оказывается тем человеком, кто руководит бункером. И он отчетливо слышал сказанные ею слова, что шериф хочет наружу. Джульетта пытается опровергнуть его слова, но Симс свидетельствует о том, что тоже слышал ее желание. Женщина требует объяснений смерти стольких людей, на что Бернард поясняет, что все они были причастны к самому опасному для бункера предмету – жесткому диску. Джульетта бросается бежать, но ее быстро ловят. И пока боевики скручивают ее, она вспоминает, как обвинила близких, не пришедших на похороны ее матери, в трусости. Тогда она выпустила кролика, и тот убежал. Но она не может этого сделать. Тем временем Уокер сообщает об аресте Джульетты, но она не верит этому. А сама Джульетта в это время говорит Полу, что она вовсе не собиралась выходить наружу. Это Бернард и Симс оболгали ее, и тот советует потребовать разбирательства. Он ведет женщину в участок, но она, заметив приближение приступа, вырывается из его ослабевших рук и прыгает через парапет. Джульетта приземляется на нижний ярус, и, придя в себя, бежит прочь, пока Симс мчится по лестнице, чтобы схватить ее. Но шерифа уже нет, ведь в форме и при значке она может войти в любую дверь. Симс обвиняет Пола в пособничестве и отправляет его домой, а Бернард замечает свечение своего брелка и отдает приказ перевернуть бункер, но найти беглянку. Тем временем жена Пола, потеряв терпение, высказывает свое мнение о том, что ему пора уйти на другую работу, и тогда мужчина решает сам найти Джульетту. Законники начинают прочесывать бункер, и законник нижнего яруса предупреждает Уокер о побеге ее подруги, пока остальные проводят обыск мастерской. Симс и его подручные врываются к доктору Николс, но тот уверяет, что не знает, где его дочь. А в это время жена и сын Симса идут в свою квартиру, и, открыв дверь, женщина видит разбитую камеру в углу, но не подав вида, отводит мальчика в его комнату. Вооружившись, она начинает обходить квартиру и подвергается нападению Джульетты, которая приказывает ей пристегнуться наручниками к трубе на кухне. Сама же усаживается к компьютеру и пытается открыть жесткий диск. Симс докладывает Бернарду, что они нашли того, кому Джульетта посылала записку, и тот приказывает арестовать Лукаса. Между тем, Пол проникает в квартиру Джульетты и, обыскивая ванну, находит энциклопедию. Бернард начинает допрос Лукаса и, запугивая очисткой, добивается признания в том, что женщина просила открыть старинный жесткий диск с номером 18. Жена Симса пытается освободиться, пока Джульетта, пользуясь записями жены Холстона, все-таки открывает диск, а Бернард приказывает найти в сети диск с номером 18. А Пол дрожащими руками переворачивает страницы, вглядываясь в картины неведомого ему мира. Бернарду называют номер жилого отсека, где подключен диск, и Симс, поняв, что это в его квартире, мчится туда. А Джульетта открывает один из файлов и видит обращение Джорджа. Он научился делать это с помощью старинной камеры и хочет рассказать ей правду. Его рассказ прерывает освободившаяся жена Симса, предупреждая, что, подключив диск к их компьютеру, шериф сама показала свое местонахождение, и ей нужно бежать. Группа рейдеров мчится к отсеку Симса, когда в комнате наблюдения начинают гаснуть экраны. Безопасник входит внутрь и видит жену и сына, но Джульетты тут уже нет. Между тем, молодой, но очень продвинутый айтишник идет в отсек Купера, который пообещал ему прибыльную работу, но внутри он видит шерифа, который просит его открыть жесткий диск так, чтобы его не могли отследить. Парень принимается за дело, пока Пол сжигает энциклопедию в своей плите, вырвав предварительно несколько страниц. Айтишник рассказывает, что уже работал с этим диском, но Глория отдала его Джорджу. Он открывает файл, и Джульетта слушает признание Джорджа в настоящей любви и в том, что он все-таки нашел дверь внизу, когда Бернарду сообщают о месте, где открыт диск. Рейдеры бегут туда, пока жена Симса признается мужу, что сама отпустила шерифа, и напоминает мужу об их общей цели, до достижения которой осталось не так уж много времени. А сынишка просит папу отправить страшную тетю на очистку. Тем временем Джульетта выслушивает признание Джорджа в любви, и едва совладав с собой, открывает другой файл, где показывается вид на цветущие деревья и пролетающую стаю птиц за пределами бункера, что ввергает в шок ее помощников. Люди с удивлением рассматривают внешний мир, когда Джульетта предлагает показать этот кадр всему бункеру. Но для этого нужно войти в общую систему, что возможно, подключившись к усилителю на нижнем уровне. Вот только там везде дежурят безопасники, и добраться в нужное место будет проблемно. Тем временем безопасники все же вычисляют место включения диска и идут на нужный уровень. Но внутри уже никого нет. Троица успевает спрятаться в трубе для сбора мусора. Симс отправляется к полу, и тот объясняет обыск квартиры шерифа его желанием понять, почему она вызвалась пойти на очистку. На что Симс дает понять, что он давно заметил его неполадки с руками. В это время Троица добирается до нужного усилителя и подключает диск, о чем тут же сообщают Бернарду. На экранах наблюдателей появляется прекрасный вид окружающей бункер природы. Люди застывают, глядя в мониторы. Но Бернард отдает приказ закрыть глаза и опустить головы. После чего вводит в систему какой-то код, и она отключается. Он приказывает забыть все, что люди видели, когда приходит сообщение о задержании двоих спутников Джульетты. Сама она опять ушла. И тут Бернард понимает, что шериф перемещается по мусоропроводу. Джульетта действительно спускается вниз по трубе мусоросборника. Симс приказывает сбить ее на дно, но одна из женщин-рейдеров предупреждает ее об этом и советует нырять в первый жилюк. Джульетте удается увернуться от первой партии, но увидев летящий на нее железный ящик, она сама прыгает вниз, где мусоросборщики успевают вытащить ее до того, как женщину расплющат. Ее приносят к Уокер и обрабатывают раны, но бывший начальник Джульетты сообщает о прибытии законников и признается, что это он заявил о ней. Окружающие в шоке, но шериф одобряет его действия. Рейдеры разнесли бы все и все равно нашли бы ее. Она просит оставить ее наедине с Уокер. Вскоре сюда приходят Бернард и Симс. Последний в ярости готов убить женщину, но та напоминает об ужасе, который он приносил в другие семьи. Бернард обвиняет ее в безответственности и разбивает жесткий диск. Он готов пощадить ее друзей, если она отправится на очистку. И покажет, что случилось с Джорджем. Женщина соглашается на сделку. Ее в кандалах ведут на верхние ярусы, в то время как Уокер впервые за последние 25 лет выходит за дверь своего отсека и идет к начальнице отдела снабжения. Они вспоминают, как Джульетта украла изоленту, хотя непонятно было зачем, ведь внизу лента гораздо лучше. Но Уокер вдруг решает объяснить этот факт. Тем временем Бернард и Симс приводят Джульетту в комнату наблюдения, приказывая поставить запись последних часов Джорджа. И она убеждается, что мужчина прыгнул вниз сам, чтобы законники не могли добраться до его единомышленников и помощников. Позже женщину готовят к очистке. В камеру приходит ее отец, и она опять просит прощения за то, что винила его. Он не понимает, почему она решилась на уход. А она не может опровергнуть это мнение, ведь ее камера просматривается. Лукаса приговаривают к 10 годам работ в шахтах за помощь бунтарке. А коллеги с нижнего яруса присылают ей целую коробку вкусняшек, где Джульетта находит записку от Уокер. В ней она пишет, что снабженцы молодцы. Пола назначают шерифом, и он делится с женой, что Симс в курсе его заболевания и почему-то делает ему послабление. В день очистки Бернард приходит к Джульетте, чтобы ответить на ее вопросы. Ошибка бункера была в том, что ее родителям разрешили иметь детей. Ее беды начались, когда она сунула нос в дело Джорджа, что стало угрозой существования всему укрытию. Женщина высмеивает укрытия, которому могут помешать такие, как она. Бернард пытается доказать, что правда может взорвать сознание людей, но Джульетта не понимает, почему нельзя рассказать о том, что снаружи безопасно, и что Джордж нашел огромную стальную дверь на дне. Услышав о двери, Бернард активизируется, как будто для него это новость, быстро сворачивает разговор и объявляет о начале церемонии. Женщина говорит, что не будет чистить объектив, но тот напоминает, что это утверждают все, и все потом чистят. В качестве последней просьбы он возвращает ей значок шерифа, а позже разбирает разбитый диск, который, впрочем, пострадал только снаружи. Тем временем в столовой собираются обитатели бункера, стараясь дистанцироваться от выдавшего шерифа мужчины. Снабженцы одевают на женщину костюм. Бернард зачитывает стандартную формулу, и последним словом от нее звучит уверение в отсутствии страха. Джульетта идет к шлюзу, и, выйдя наружу, рассматривает зеленый мир, цветущее дерево и стаю птиц. И тут она понимает, что картинка не настоящая. Женщина поворачивается к объективу, вытаскивает ветошь, но бросает ее. А потом идет к телам читы Холстон, но натыкается на невидимое препятствие именно на том месте, где упал шериф, и понимает, что все окружающее – голограмма. Джульетта кладет значок на то место, где окружающие видят тела погибших. У Бернарда вырывается восклицание о том, что она все знает, и это вызывает недоумение Симса. А Джульетта поднимается на гору, куда никто до нее не доходил, понимая, что снабженцы сделали для нее особый костюм. Бернард бежит к тайному пульту, а Джульетта видит вместо зеленой цветущей долины убитую землю, но, посмотрев на свой бункер, уходит за пределы видимости его обитателей. Камера перемещается и уменьшает масштаб, показывая, что воронку бункера окружают десятки подобных кратеров, аналогичных бункеру Джульетты. На этом заканчивается первый сезон весьма интересного и во многом необычного сериала, который любителям подобного жанра я все же рекомендовал бы посмотреть целиком. Ну а остальных прошу оценить масштаб проделанной работы и отреагировать на него хорошим отзывом и положительной оценкой.